Я снова всех приветствую, друзья! С вами Дмитрий Холодильников и я по-прежнему говорю об Escape from Tarkov. Сегодня мы поговорим о первом официальном турнире по Escape from Tarkov Twitch Rivals, обсудим некоторые новые скриншоты из стана разработчиков и поговорим, собственно, что нам должны добавить в ближайшее время в нашу игру. И начнем, конечно же, с Twitch Rivals. Все-таки первый официальный киберспортивный турнир по Tarkov, который, наверное, мало кто воспринимал всерьез, прошел достаточно интересно, зрелищно, но, к сожалению, так как это материал строго для площадки Twitch, как оказалось, показывать многие кадры из данного турнира на YouTube запрещено. Поэтому буду сегодня крайне аккуратно рассказывать о самом интересном. В любом случае, данный турнир я освещал на своем канале Twitch, мы его комментировали, обсуждали вместе с нашими зрителями. Нас там было около 200 человек, было все замечательно. Сам же турнир Twitch Rivals смотрело в сумме где-то 100-150 тысяч человек, потому как турнир на официальной странице Twitch'а, либо на каналах участников турниров, сопровождался с Twitch Drops'ами. В этот раз выпадал лут в трех категориях. Обычный, редкий и уникальный какой-то лут. Из обычного лута мог быть вообще все, что угодно. Это могли быть и спички, и канистра с водой и тому подобное. Редкий лут, это уже что-нибудь типа и брони. Где-то выдавали оружие, ну а за уникальный лут это фирменные предметы Twitch'а и всякие ценные предметы у нас в игре, типа ключниц. У меня, допустим, выпал Лид Икс, то есть, ну что-то вроде того, можете представить. Из фирменных предметов Twitch Rivals у нас есть бандана, есть маска и очки. Первые часы после выпадения его это все стоило богатство за 200, 300, 400 тысяч. Сейчас же стоит около 50-100 тысяч, в общем-то, можно купить и, по крайней мере, разнообразить свой кастом. В прошлом ролике я рассказывал то, что турнир Twitch Rivals будет проходить 16 команд с двух регионов по системе бинго. Тут я ошибся, конечно же, 16 команд должно быть в каждом регионе. Система бинго, да, тут верно все. Была карточка 25 полей, центральное поле было пустое, собственно, и у всех команд была цель закрыть вертикальные, горизонтальные или диагональные строки в данной карточке. Кто больше закроет этих строк, тот, собственно, и побеждает. Кроме этого, была еще номинация, кто быстрее закроет первую строчку бинго из всех команд. Ну и призовые 30 тысяч на каждый из регионов, в общем-то, солидная сумма. Начнем, наверное, с нашего европейского региона, потому как там играло три команды из России. Команда Семки. Семка, Бист и Инсайз. Это, собственно, ребята, которые бегают часто с Шусом. Думаю, вы его все знаете. Команда Макатау, Сам Макатау, Мазохист и Визау Тайм. Команда Мэдисона. Мэдисон, Кейк и Аим Лул. Если я правильно понимаю, в данной команде должен был быть Дундук, но, к сожалению, Дундук получил дисквалификацию. Ну и еще хотел бы отметить команду Морок, потому что в команде участвовал Бакизи. Бакизи это тоже наш стример, хотя он часто говорит на английском, но это все-таки тоже наш человек. По самой карточке бинго. Какие же были задания? Задания были, с одной стороны, где-то простые, где-то сложные. Например, убить Решалу или убить Глухаря. Но были сложные задания, действительно, которые мало кто выполнил. Например, убийство из стационарного оружия. Или собрать 50 тысяч боевого опыта. Именно боевого опыта, которое потом смотрится на аккаунтах. Так как у всех участвующих в турнирах были аккаунты 41 уровня с нулевыми характеристиками по прокачке, собственно. Кроме этого, им нельзя было пользоваться барахолкой и скупщиком, поэтому приходилось все это самому фармить. Там еще было задание на 6 миллионов рублей всего схрона стоимости. К сожалению, кстати, не прописали правильно, как должно было это 6 миллионов рублей отображаться. Ну, именно это задание, и это очень скажется именно на североамериканском регионе. Мы чуть дальше поговорим об этом. Задания были непростые. Среди 24 заданий были еще 5 заданий, которые были скрыты. Их открывали по мере истечения времени данного мероприятия. 3,5 часа отдавалось каждой команде. Большому удивлению первой командой, которая закрыла одну строчку, вернее верхнюю строчку в бинго, была команда Мэдисона. Они это сделали за 50 минут. Вторая команда, которая выполнила данное условие, закончила это за 2 часа. То есть, можно понять, что действительно очень круто получилось у команды Мэдисона сделать первый этап. Но все бы было хорошо для наших коллективов, если бы в европейской сетке не было команды Пестилая, Веритаса и Аренфиста. Если кто знает, Пестилай, в принципе, один из лучших игроков Escape from Tarkov. Он, можно сказать, спидранер Escape from Tarkov, который быстрее всех делает 40 уровень. И соревноваться с данным человеком, и тем более еще в паре с Веритасом, было всем очень сложно. Так как многие команды, возможно, не поняли принцип выполнения данных заданий, они решили вначале все вместе идти на локацию и выполнять по одному, по два квеста сразу. Но команды, которые были прошарены, среди которых была команда Пестилая, они решили так. Так как они достаточно хорошо играют индивидуально, могут выходить на другие локации и выполнять квесты типа убийства глухаря или решалы параллельно. И эта тактика многим командам, кто именно сначала начал ей пользоваться, принесла хорошие дивиденды. Команда Маккатао тоже вначале начала выполнять всей команды на одной локации, но затем они разделились и поняли, что это действительно лучше. Поэтому им это тоже очень сильно помогло и принесло несколько бинго. В финальном же зачете победила команда Пестилая по европейскому региону. Они заняли первое место по выполнению количества бинго и второе место по выполнению именно на скорость. Команда Мэда заняла второе место и команда Маккатао заняла третье место. Еще команда Семки заняла шестое. То есть, среди 16 европейских команд наши команды заняли второе, третье и шестое место, что очень-очень хорошо. Учитывая, что действительно им пришлось соревноваться с такой командой, как Пестилая. Кроме этого, там была команда еще Гостфрика, да-да, это того самого Скандинава Бородача. И, в общем-то, это очень хороший результат. Можете посмотреть, какие финальные призовые получила каждая команда и, собственно, это делится на троих. Не без скандала, в принципе, закончился турнир именно в американской сетке. Команд было тоже 16, но плюс одна команда спонсора данной трансляции, американской армии. Там было еще три человека, но они играли вне сетки, они играли чисто для себя. В общем-то, начнем с команд. Команда Клина. Клин, Смоук, Доти, Хак. Действительно сильная команда. Я на них изначально думал, что они, в принципе, должны все очень хорошо сделать, но, к сожалению, им где-то очень не везло. Команда АквФПС, ФРТХ и Велен. Тоже классная команда, сильная. Команда Дэдли Слоба. Дэдли Слоб, Коттон и Маркструм. Ну, в принципе, одни из самых заметных стримеров, которые давно очень стримят Тарков, еще, как говорится, до того, как это стало мейнстримом. Команда Ландмарка. Ландмарк, Виллерзи и Ворун. Ворон это, собственно, фаворит, который был лично у меня в данной гонке именно в американской части. Я считаю, Ворон одного из сильнейших игроков в американском сегменте. Команда Антона. Да-да, нашего шитер-боя. Антон, Сигма и Фоти-Ван. Фоти-Ван, если кто помнит, это голос Юсека Третьего. Еще тут много сильных команд, но хотел бы отметить команду Свагера. Потом позже поймете, почему я их назвал. Вы, наверное, их не знаете. Да и я, в принципе, тоже не знал. Но потом дальше будет чуть понятно. Перейдем к заданиям, которые выдавали американцам. Но, сразу скажу, у американцев задания по бинго были легче. Где-то было, допустим, 5 надо рейдеров в одном рейде. И, к примеру, не надо выживать. У нас было задание 10 рейдеров при выживании. И, в общем, где-то, где-то действительно у американцев задания были легче. Первым, кто закрыл первую полоску бинго, оказалась команда Антона. Очень неожиданно, но достаточно интересно. Второй командой, которая закрыла бинго, была команда Ландмарка. Но я ее буду называть команда Воруна. Ну, лично мне, допустим, удобней. В общем-то, шла действительно очень напряженная борьба. Каждая команда закрывала эти бинго. И, кстати, у американцев, в принципе, оказалось больше закрытых бинго, чем, допустим, в европейской части. Но, как я уже говорил, что, скорее всего, из-за того, что правила были чуть более простые. По истечению 3,5 часов у команды Воруна было закрыто 4 бинго. И они должны были закрыть пятую. Вот как раз те самые 6 миллионов рублей в суммарном схроне. Ребята из данной команды подумали, что 6 миллионов на трех человек. А там надо было 6 миллионов у одного человека в схроне должно бы быть. И из-за этого, из-за того, что они не поняли, а в условиях не было нормально прописано, ребята расслабились. И в итоге заработали 4 бинго. А вот команда Свагера заработала 5 бинго. Буквально на последних секундах участники их команды убивают ЧВК с холодного оружия. Это одно из заданий. И закрывает еще одну. Это было очень напряжено. Это реально было вот буквально на второй-третьей секунде до конца соревнования. Но он выполнил это условие. Таким образом, команда, которую мало кто ставил вообще в фавориты, я вообще, в принципе, их не знал, взяла и победила в общей гонке в американском сегменте. Потом начали уже разбираться команда Ворона, что за дела, почему именно такие условия, почему неправильно было написано в бинго, они неправильно поняли. Но в любом случае, данную команду тоже хотелось бы отметить. Они играли очень хорошо, выполняли задания очень круто. В общем, в зачете Северной Америки команда Свагер заняла первое место, команда Ворона второе, Дедли Слоуп, Коттон и Маркстон заняли третье место, и команда Антона пепежили на четвертое место. И тоже очень хороший результат. Ну а теперь, что хотелось бы сказать, в принципе, по формату проведения турнира. Турнир проводился таким образом, что посмотреть за каждым участником команды приходилось переключаться между трансляциями. Кто-то вел мульти-трансляцию, то есть, когда три человека в одном окне, можно вы сразу там переключаетесь, смотреть, что у кого происходит. Это удобно. Ребята, которые показывали на основной странице Twitch Rivals, они показывали по одному окну. Так как все-таки одновременно играло 48 человек, и у каждого, допустим, мог бы быть свой рейд, уследить за всем просто фактически нереально. Некоторые люди меня лично просили вырезать какие-то интересные моменты, вставить их, показать с данного турнира, но, к сожалению, во-первых, правила такие у Twitch'а, то, что данный турнир это эксклюзив. Ну а второе, действительно уследить за всеми интересными моментами очень тяжело. Поэтому формат турнира интересный, тем более с выполнением заданий бинго. Потому как каких-то PvP-сражений, которые, допустим, пытаются сделать любительские турниры, на официальном уровне проводить никто не будет, если только не будут выделены сервера. Но даже в таком формате это смотреть можно, и даже можно комментировать. По заданиям хотелось бы еще кое-что сказать. На одном из последних появлений Никиты Буянова, а именно он появлялся у стримера Пестила, отвечал на некоторые вопросы, он рассказывал касательно формата проведения именно бинго, то, что задания должны были быть немного другие, и сами организаторы турнира кое-что там подправили и исправили, и таким образом получилось совсем не то, что хотели разработчики. И, возможно, в дальнейшем, если будут проводиться подобные турниры, возможно, это даже будет не Twitch Rivals, а какой-то формат от самой студии BSG, ошибки и какие-то вот косяки будут учтены. У нас очень любят говорить первый блин комом, это, конечно, действительно так, но даже сейчас получилось достаточно неплохо, достаточно смотрибельно и интересно. И, к моему большому сожалению, все-таки этот турнир проходит на Twitch, и нельзя его нормально показать на площадке YouTube и показать именно для вас, ребята, для тех, кто не приходит на Twitch, кому интересен только YouTube. Это не вам в укор, это не в укор кому-то еще, это просто вот, я сожалею, что вот такая политика у Twitch. Еще момент, конечно, отметить команды из нашего региона. Они показали очень хорошую игру, они показали, что они умеют выполнять задания гораздо лучше, чем многие ребята из Европы, из Америки. Количество игроков из нашего региона на данном турнире было меньше, чем, допустим, игроков из Америки, но показали они очень крутой результат. Действительно, можно гордиться нашими ребятами, еще раз удивляться тем, как Мэдисон Скейк, они знают, что такое Escape from Tarkov, но сказать, что они такие постоянные тарковчане, сложно. Аймлул, который им помог. Ребята из команды Макатао, Мазахист, Визау Таим, команда Семки, вообще молодцы в принципе, так что наши отыграли достойно и достойно показали результаты. Итак, давайте теперь перейдем к небольшим новостям, которые, опять же, касаются Escape from Tarkov. Я уже говорил, некоторые скриншоты появились. Начнем с фотографии технической работы над расширением локации таможня. Расширять будут в районе стройки. Мы уже однажды там получали расширение и дальше будут открывать нам локацию для того, чтобы данная территория была более интересна, скажем так, для перестрелок, добавления дополнительных проходов по локации, чтобы не делать ее кишкообразной, а делать ее более вариативной. Следующий момент. Это арты с Крисом Вектором. Крис Вектор должен появиться в одном из ближайших контентных обновлений. Калибр 45 АЦП и хорошая достаточно кастомизация. В принципе, здесь и сменные приклады, и различные цевья есть. Установка глушителей, различных тактических приспособлений, расширенный магазин на 50 патронов. В общем, все как полагается. И в принципе, я считаю, что Крис Вектор должен получиться одним из мощнейших пистолетов-пулеметов в нашей игре. Опять же, небольшой момент с появлениями Никиты Буянова в последние дни. Первый раз, кстати, он появился за последние дни как раз на турнире Twitch Rivals. Он немного поговорил с организаторами турнира. В основном, вопросы касались того, почему разрабатывалась игра, что она из себя представляет. И мы это все достаточно часто слышали. В любом случае, как говорил Никита, игра делается, в первую очередь, для того, чтобы удовлетворить потребности людей в какой-то хардкорной игре, и в том числе потребности самих разработчиков, потому что среди них очень много людей, которые любят хардкорные игры. Второй момент, который он сказал, что на этой неделе или в течение недели мы еще узнаем некоторые подробности касательно Вайпа. И вчера состоялся подкаст у Пестила, где он собирал стримеров в Escape from Tarkov, в которых, кстати, были игроки Twitch Rivals и Ghost Freak и Sigma, затем там Veritas еще подошел. И, в общем-то, опять же спрашивали у Никиты о состоянии игры, о том, что сейчас очень много появляется читеров, и в том числе из китайского региона, поэтому у Никиты сейчас очень болит сатого голова. Была такая мысль о том, что за последние месяцы было забанено в Escape from Tarkov 50 тысяч аккаунтов. То, что сейчас действительно есть проблема наплыва китайских игроков и в том числе читеров. Никита это все признал и об этом сказал. Они работают над тем, чтобы это как-то исправить. Касательно Вайпа. Возможно, Вайп нас ожидает в обновлении 12.7. Если учесть скорость разработки и скорость выхода в патча, я думаю, что не стоит ожидать Вайпа до начала лета. Кроме этого, он рассказал о достаточно парадоксальной вещи, которая случилась в команде разработки. Если вы заметили, в одном из последних обновлений добавили галочку в настройках игры использовать только физические ядра. И разработчики, в том числе Никита, не понимали, почему они раньше не добавили данную функцию в Tarkov, потому как она всегда была перед глазами и она действительно улучшает производительность у многих компьютеров. Но, к слову, заметить, лично у меня на компьютере изменения производительности при включении данной галочки абсолютно никакой не было. Но Никита говорит, что это действительно их серьезный прокол в том, что они давно не добавили. Плюс еще рассказал о том, что они собирают некоторые тестовые билды на движках Unity 2019, возможно, даже на Unity 2020, чтобы понять, где будет лучше производительность, где можно добавить новые фишки. Но говорить о том, что это полноценный какой-то переход Escape from Tarkov на новый движок в этом году нельзя. Все-таки это тестовые такие прогоны. Я не уверен, что разработчики хотят каждый год переписывать Escape from Tarkov под новый Unity, чтобы опять получать выход крупного обновления в течение 8 месяцев. Ошибки 2019 года они допускать не хотят, поэтому такое пока делать не будут. Ну и напоследок, как обычно, Никита попросил всех немного успокоиться. Да, он понимает, что люди очень возмущены количеством читеров в игре. И, кстати, он рассказал одну очень забавную историю в том, что на Ютубе достаточно часто раньше возникали стримы читеров. То есть, какой-то один читер записывал свой бой там на 3 часа, его аккаунт банили, и он его постоянно прогонял на Ютубе. Разработчики пытались добиться от Ютуба блокировки по железу, что ли, этого человека, кто стримит данные запрещенные программы. Они кидали страйки на его канал, и данный читер написал им лично на почту, что почему вы запрещаете и блокируете мои видео, если я продаю нерабочую программу, которая уже не работает, которую уже банят, и он просто так зарабатывает деньги с доверчивых игроков. То есть, он зарабатывает деньги, доверчивые игроки покупают нерабочую программу, получают либо бан, либо ничего не получают, и либо покупают новый аккаунт, либо больше не будут пользоваться читами, ну и как бы принося доход Battle State Games. В общем, достаточно парадоксальная история, но честно, я могу поверить в ее правдивость, потому что не такие мне ребята писали, которые клялись о том, что их забанили ни за что. Друзья, надеюсь, то, что я сегодня рассказывал, вам было интересно, полезно, вы не заскучали, а может даже и не уснули. Если это так, то не забудьте поддержать данный ролик. Благодарю вас за уделенное время и жду вас у нас в следующий раз. На этом я с вами прощаюсь, друзья, всего вам лучшего, до скорых встреч и пока. Субтитры создавал DimaTorzok